Продолжение следует... Он зовет на приготовленный импир тех, кто считался достойным. Эта притча описана в нескольких Евангелиях, и мы ее прекрасно помним. И прекрасно помним ответ, который дали те, кто были приглашены. Один сказал, я купил валов, иду испытать их. Другой сказал, я купил землю, и потому не могу. Третий сказал, что он женился и не может прийти на этот пир. Понятно, что эта притча применима не только в то время, когда она была сказана Богом, а и в наше время, потому что ничуть не изменились те идеи, которые существуют сейчас в нашем мире, и ничуть не изменились те причины, по которым человек отвергает Божественный Царский пир. Понятно, что Царский пир, Божественная трапеза — это литургия, престол, с которого Господь раздает свои явства, приготовленные им во время Божественной литургии, то есть своё тело и свою кровь. И люди так же, как и тогда. Один говорит, я купил валов и иду испытать их. Понятно, что валы — это стремление к какой-то цели, это способ достижения этой цели. Это люди гордые, которые хотят запрячь своих валов, свои собственные силы, силы своего ума и силу своей Личности, хотят запрячь их и достигнуть цели, которые они перед собой поставили. Эти гордецы отвергают такое приглашение. Некоторые купили землю. То есть они хотят обустроить свой мир, свой внутренний мир, свою внутреннюю землю, в которой не нужен Бог, потому что на ней и так всё хорошо. Она плодоносит для них, и они считают, что та земля, на которой они живут, то мировоззрение, оно не нуждается в приглашении какими-то царями на какой-то там их пир. И те, кто завели себе невесту, понятно, что невеста — это церковь, в данном случае это лжецерковь. И эти люди пытаются жить в этой лжецеркви и там искать своего Господина. Вот так эта притча выглядит сегодня. Но так же, как те, отвергшие приглашение царя, люди из притчи, сказанной Христом, так же и сегодняшние, отвергшие призыв царя к своей божественной ритургии, совершают две ошибки. Первое — это то, что они заблуждаются. И второе — это то, что они считают этого царя неспособным к наказанию, слабым и немощным. И, наверное, так же, как люди из этой притчи, так же и сейчас люди, живущие в мире, видят, что церковь, то есть пир, дом этого царя как бы слабый, как им кажется. И наказания от него не будет в силу того, что уже неинтересно учитывать мнение этого царя. Но эта вторая ошибка приведёт к тому, что Господь уничтожит их валов. Все их потуги, достижения каких-то их призрачных целей, все их силы, которые кажутся им такими могучими, будут уничтожены. Господь сожгёт их землю, сожгёт то богохульное, богоотверженное, богоотвергаемое устроение их внутреннего мира, в котором нет Бога. Вся эта земля богохульников и грешников и безбожников, она будет сожжена, как бы она ни казалась им сильной и могучей. И те, кто имеют своих невест, они их потеряют, потому что это лживые невесты, это лживые церкви, это лживые сообщества, пусть даже и христианские. Все они будут уничтожены, потому что Господь на земле сохранит только свою невесту и свою церковь. Вот я думаю, эта притча должна быть понимаема именно так. Все те, кто сегодня избрал лживую невесту, патриархию, все те, кто считают, что именно там живёт царь, они глубоко ошибаются. И я думаю, в ближайшее же время на нашей жизни мы увидим, как всё это будет сокрашено, и хвалы, и их земли, и их невеста. И я думаю, что видения этих процессов должны укрепить нас, потому что вместо них Господь позвал нас, немощных, грешных, ленивых, неспособных, может быть, на поступок ради Бога. Но почему-то мы пришли, почему-то мы не отвергли это предложение. И я думаю, что всегда Господь между способными, сильными, обладающими валами, землями и невестами, Господь выберет тех, кто верен. Верен и беден. Беден не только имуществом или умом, беден даже поступками, которые мы должны совершать ради Бога и не совершаем их. Вот именно таких нас, бедных коллег, сидящих на обочине дорог, именно таких Господь нас призвал, и мы не отвергли это предложение. Поэтому всем нам я желаю помнить о том, что Божественная трапеза — это то место, которое не должно существовать без нас. То есть воскресение и Божественная литургия — это действия, которые не могут существовать без нас. Вот так каждый человек должен о себе говорить. Потому что литургия может существовать только с моим участием. И никакие причины, ни волы, ни земли, ни невесты не должны отвлекать нас от выполнения этого призыва. Поэтому всех нас сегодня я поздравляю с нашей исповедью, причастием, с возможностью совершения Божественной литургии вместе. И, можно сказать, соборно сегодня наши священники принимают участие в богослужении. Вот поздравляю вас и подходите к кресту. Божественная литургия